Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Поблагодарить их за то, что они сохранили культуру и язык греческого народа. Праздник братского народа. Сегодня расскажем, как Витязево отметили День независимости Греции. У нас много планируется разных новых экскурсионных маршрутов. Конечно, у нас открываются новые объекты этнографического туризма. Чистота и доступность пляжей, минимум торговли и сюрпризы для туристов. Каким будет курортный сезон 2018 в Анапе? В эксклюзивном интервью с заместителем главы города. Можно записаться к врачу на прием, можно платежи произвести. Анапские пенсионеры попали в сеть. На курорте совершенно бесплатно взрослое поколение обучают курсам компьютерной грамотности. Кто не идет гулять в нелетную погоду, тот не получает прекрасные снимки бушующего Черного моря. Анапа-регион раздает подарки. Подведены итоги конкурса «Любимая Анапа». Победители определило народное голосование. На прошлых выходных в селе Витязево отпраздновали День независимости Греции. Однако в связи с трагическими событиями в Кемерово, выпуск репортажа было решено отложить. Сегодня мы покажем, как прошел праздник. На нем побывал глава города Юрий Поляков. Он отметил вклад греков в социальную и культурную жизнь муниципалитета, а генеральный консул республики в Новороссийске Гавриил Стельянов с условиями, которые позволяют сохранить родную культуру. Примерно так могло выглядеть греческое поселение на берегу Черного моря. Реконструкция основана на археологических исследованиях, изучении письменных источников. После упадка античной цивилизации территорию Греции, а затем и северного Причерноморья, завоевала Османская империя. Через 400 лет, 25 марта 1821 года, в одном из монастырей прозвучал призыв к восстанию. Война шла около 8 лет. Еще до начала концерта председатель Национально-культурной общественной организации греков города-курорта Валерий Асланов показал генеральному консулу Республики Греции в Новороссийске Гавриилу Стельянову стенд, на котором античные находки соседствуют с современными изделиями и литературой. Культура греков при Черноморье сохранена и развивается. Сегодня греческая диаспора и Греция празднуют большой праздник – День независимости, дату, когда мы смогли освободиться от турецкого ига, и было это не без помощи России. Праздник двух братских народов, и где лучше это можно показать, как не в Анапе, где мы видим динамично развивающуюся греческую диаспору, которая сотрудничает с муниципалитетом. В свою очередь, глава города-курорта Юрий Поляков отметил большой вклад греческой диаспоры в экономику, а также в культурную жизнь муниципалитета. У нас очень одружественные отношения, многолетние. Большое спасибо за всю помощь, которую вы предоставляете. Глава курорта вручил почетную грамоту Валерию Асланову за работу по сохранению национальной культуры, а также в помощь в организации социально значимых мероприятий. От имени диаспоры отметили учителей греческого языка, артистов, спортсменов. Хочу поблагодарить греческую общину, хочу поблагодарить общество Анапское, Горгипия, за все то, что они делают для муниципального образования. Поблагодарить их за то, что они сохранили культуру и язык греческого народа, за то, что у нас дружба. Народ России и народ Греции – это два дружественных, братских народа. Нас объединяет религия, вера, культура и отношение к жизни, любовь к жизни. Я от имени Совета поздравляю всех с праздником, здоровья всем, удачи, благополучия и мирного неба. Целый блок двухчасового концерта посвятили дружбе народов, живущих сегодня на побережье Черного моря. Шуточная постановка о важной роли женщин в жизни казаков, особенно когда нет войны и хочется расслабиться. Берущая за душу и русского и грека цыганская песня о народной артистке Узбекистана Наталье Нурмухаменовой, многие подпевали, потому что танцевали и знакомились, в том числе под музыку вокально-инструментального ансамбля «Ялла». А в финале танец, в буквальном смысле обнимающий всех в зале. В рамках перекрестного года туризма России и Греции Анапа, как древняя горгипия, станет одной из площадок фестиваля «Античное наследие России». Он пройдет в самом начале предстоящего курортного сезона. Александр Ребека, Роман Беркалеев, Анапа Регион. Покупать продукты на ярмарке-привозе в селе Юровка стало удобнее. По инициативе управления сельского хозяйства муниципалитета, ее перенесли на асфальтированную площадку. Среди тех, кто первый пришел на новое место, разыграли вкусные призы. «Так, номер 107. Есть номер 107? Ищите, ищите по кармашкам. Есть! Чай и все такое!» Чай, кофе, печенье и другие сладости. Приятные сюрпризы по случаю новоселья, ярмарки-привоза в селе Юровка. «Опыгранный кофейный набор и еще что-то, не знаю. Что еще пока не смотрела. Очень довольна». Евгения Бережунова живет в хуторе Черный. Каждую пятницу они приезжают в Юровку, чтобы купить продукты. «Ярмарка отличная, хорошо, все накрыты, удобно, проход широкий стал». «Ярмарка для нашего сельского округа – это большое значение для пенсионеров, для жителей, для молодых семей. Можно купить и поторговаться, и уступают. И это очень даже хорошее мероприятие». Переехали примерно метров на сто с грунтовой на асфальтированную площадку. В муниципальном управлении сельского хозяйства искали такую возможность с конца прошлого года. «Новая площадка, конечно, радует нас. Во-первых, не надо ходить по камням. Во-первых, всюду асфальт, чисто, удобно, подходы, подъезды, все очень удобно, все для людей. От имени всех наших жителей, 9,5 тысячного нашего округа, я хочу выразить, конечно, большую благодарность управлению сельского хозяйства и именно главе города-курорта Юрию Федоровичу Полякову». Рядом вещевой рынок. Покупателям удобно, да и продавцам выгоднее, чтобы поток людей был больше. Сегодня в муниципалитете есть 18 точек для работы привозных ярмарок в плане добавлять площадки в строящихся микрорайонах. Александр Ребека, Анапа-регион. В Анапе еще два объекта прошли пожарную проверку – батутный центр «Облака» и «Макдональдс». Оба заведения открылись не так давно. Для них подобные учения первые. Как они сдали экзамен на безопасность и какую оценку им поставили пожарные инспекторы в сюжете. «Датчик пожарной сигнализации здесь не работает, его не сработает, потому что он изначально закрыт у нас колпачком. Почему это сделано, мне непонятно, для чего это было сделано». Опасность таится в мелочах. Даже самая маленькая ошибка в системе безопасности может привести к серьезным последствиям. Для батутного центра это первое учение. Сотрудники внимательно слушают инспекторов и вместе с ними фиксируют все недочеты. Основные проблемы – заблокированный эвакуационный выход, отсутствие проходов в сетке, закрытые дымовые датчики в раздевалках. Некоторые замечания устранялись сразу на месте. «Система оповещения эвакуации сработала, персонал, в принципе, свои действия знает. Есть моменты, которые мы подсказали как руководителю объекта и тем людям, которые непосредственно арендуют, занимаются здесь батутным центром. Действия персонала, в принципе, удовлетворительные, знания определенные есть. Но я думаю, что сегодняшнее наше учение, эти недостатки, которые мы увидели, будут своевременно устранены и некоторые незамедлительно». «Мы, наверное, благодарны тому, что произошло такое мероприятие, это учение, потому что центр работает совсем недавно, всего три месяца, с декабря работает. И все это новое, все это только запущено получается. И нам, наверное, может быть, своей компетенции не всегда хватает в таких тонких вопросах. И вот такие консультации очень полезные, очень ценные. И, конечно же, мы в ближайшее время все эти рекомендации стараемся исполнить». Систему пожарной безопасности проверили и этажом ниже в ресторане «Макдональдс». К объектам общественного питания особые требования, так как поварам каждый день приходится работать с огнем. Но здесь сотрудники продемонстрировали отличные знания техники безопасности и как вести себя при возникновении пожара. «В рамках обеспечения пожарной безопасности мы там серьезных замещаний не обнаружили. Люди из помещения эвакуировали своевременно. Персонал свои действия знает. По работе кухни ничего сказать не могу. Действия наших подразделений были слажены, отработаны, были правильными». По словам спасателей, общие результаты проверки удовлетворительные. На работу над ошибками руководителям дадут время. А затем снова проверят. Подобные экзамены на пожарную безопасность ждут и другие объекты, посещаемые большим количеством людей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Усвоить урок пожарной безопасности с детства. В Анапе проходит конкурс среди детских садов «Огонь – опасная игра». Задача в доступной форме – донести до детей самые главные правила, которые помогут сохранить жизнь. В детском саду номер 18 на тему «Огонь – опасная игра» подготовили часовое представление. Главными героями которого стали сами дети. Они разыграли сценарий известной сказки братьев Гримм, но на новый лад. Когда ушла мама-коза, главным врагом козлят стал не волк, а огонь, который они неосторожно развели в избе. На помощь козлятам прибыла служба МЧС. Маленькие спасатели быстро справились с огнем и эвакуировали пострадавших. Дошкаляты в игровой форме продемонстрировали знания правил противопожарной безопасности и показали, как правильно вести себя в случае возгорания. К мероприятию воспитатели готовили их несколько недель. За это время ребята усвоили самые главные правила. Нужно убегать на улицу, а потом звонить. 101. Без разрешения взрослых детям нельзя брать спички. Пожарным по 101 позвонить. Нельзя оставаться одним, взрослыми должны приглядывать. Именно вот в этом возрасте дети запоминают все эти правила пожарной безопасности, навыки в обращении с огнем. Они умеют тогда ориентироваться в любой чрезвычайной ситуации. И сегодня мы это наглядно увидели, как можно весело, интересно привить эти правила детям. Руководитель Центра противопожарной безопасности поставила ребятам оценку «отлично» и подарила символический тревожный чемоданчик, чтобы они не забывали о полученных знаниях. Управление торговли совместно с сотрудниками полиции продолжают проверку точек реализации алкоголя. Искоренить на курорте торговлю суррогатом – задача главы города Юрия Полякова. Сегодня инспекция накрыла точку на улице Ивана Голубца. В магазине вино и пиво от кубанских производителей комиссия обнаружила 240 литров нелегального алкоголя. Неизвестно, откуда поставляются напитки и в каких условиях они производятся. Продукцию изъяли, хозяину магазина грозит штраф от 30 тысяч рублей. В данном торговом объекте осуществляется реализация алкоголя без разрешительных документов, то есть без лицензии. Деятельность осуществляет физическое лицо. С начала года торговля суррогатом пресечена на 15 объектах. Изъято 568 литров алкоголя, что гораздо меньше, чем в прошлом году. По словам полиции, положительная тенденция наблюдается благодаря усиленной профилактической работе в этом направлении. Как администрация города наводит порядок с торговлей и какими должны стать пляжи к открытию сезона. Обеспечение безопасности детского курорта и повышение доступности инфраструктуры. Новое лицо Анапы и какие сюрпризы готовят для туристов этим летом. Об этом в нашем интервью с заместителем мэра Анапы Эдуардом Балмышевым. Дород Ильич, в прошлом интервью, как раз после проведения международной выставки Анапы «Самая яркая солнца России», где была презентация брендбука Анапы, Вы затронули тему необходимости обновления имиджа курорта. Что сегодня делается, что уже сделано? С чем мы подойдем к началу сезона? Ну, в первую очередь, однозначно, мы хотим, чтобы хотя бы частично у нас все экскурсионные точки наши, которые на территории осуществляют экскурсионные наши прогулки, это экскурсионные объекты наши, будут процентов на 40 изменены, новые объекты будут, новые конструкции будут. Потом будут у нас новые конструкции на пляжных территориях мороженое, напитки в новом, скажем так, варианте. Все эти объекты будут забрендированы в соответствии с новым брендбуком, как раз таки. И наши новые объекты будут сразу отличаться от предыдущих. Это первое, что мы будем видеть. Потом, также на пляжных территориях будут использоваться элементы этого же брендирования. Это будут наши объекты, которые занимаются водными прогулками, тоже будут забрендированы в новом стиле. Будем максимально требовать от наших предпринимателей, которые будут заниматься деятельностью, чтобы все наши продавцы были также в спецформе с нашим брендом. Здесь понимание находится, здесь понимание. Ну, я стараемся как бы им объяснять, что это имидж наш, это привлекательность нашего города, курорта. И когда видят продавца в красивой маечке белой с нашим брендом в кепочке, уже другой вид, уже по-другому люди относятся. Мы, соответственно, стараемся, чтобы удивить чем-то наших потребителей, наших курортных гостей, которые приедут к нам отдыхать. Чтобы навести подряд с торговлей, мы как раз сейчас подняли, и об этом неоднократно говорил глава нашего города Юрий Федорович Поляков, нужно этим заниматься не к началу сезона, потому что когда придут конкурсы, уже не будет шанса что-то изменить. С начала года. Все, что было запланировано, успели сделать? Да, уже сегодня подписано распоряжение главой курорта о создании мобильных групп. Дополнительно у нас подписано с полицией соглашение о взаимодействии. Значит, будет создано большое количество мобильных групп, в которых будут входить сотрудники полиции и сотрудники муниципального образования. Дополнительно также подготовлен проект распоряжения по нашим, скажем так, транспортным объектам, которые у нас незаконно осуществляли деятельность в том году. На пляжных территориях это квадроциклы, вся водная техника, которая незаконно выходила. Также будет работать порядка, по-моему, 2 или 3 мобильных группы, которые будут осуществлять непосредственно только контроль за этой техникой, которая у нас незаконно выставлялась в том году. Как бы это отдельное будет распоряжение и отдельные мобильные группы. В этом направлении будем отдельно тоже работать. Ну, Анапские пляжи совершенно справедливо называют бесцельным природным богатством курорта. Мы все прекрасно помним многочисленные жалобы на то, что мусор на пляжах, о том, что хаотичная торговля чем попало идет, о том, что нельзя пройти по пляжу, потому что какие-то ограждения, заборы и так далее. Как будут выглядеть Анапские пляжи к предстоящему сезону? Ну, как вы помните, я уже отвечал на этот вопрос, что в том году было дано поручение, мы убрали все, что находилось на пляжных территориях, максимально оставили только те объекты, которые там стоят постоянно, скажем так, это там, допустим, спасательные посты, которые на жемчужине, на территории жемчужины остались. В основном все объекты, которые находились на пляжных территориях, мы убрали. Значит, это первое, что мы сделали. Второе, в МОПАКУ дополнительно приобретена спецтехника, которая будет реже убирать, вывозить реже мусор будет. Скажем так, дополнительно будем брать рабочую силу, которая будет более эффективно работать. Именно в преддверии курортного сезона мы усилимся в этом направлении. Почему? Потому что в конце того сезона мы уже эту работу, как бы эту практику видели, где нам что не хватает. Поэтому надеемся, что в этом сезоне у нас все получится, мы справимся. Вы сказали, реже вывозить, потому что более эффективно будет по сторонам саморабота? Ну, у нас, во-первых, приобретено дополнительные техники больше, поэтому мы, соответственно, если у нас где-то собирались, были моменты, что они успевали отрабатывать, вывозить, допустим, собирали кучи мусора, то в этом году техника позволяет. Мы можем, там одна, допустим, один трактор работает, одна единица техники на одном пляже, на другом вторая единица. То есть мы своевременно будем успевать это все делать. Доступность пляжа для туристов с ограниченными физическими возможностями. Ну, это бесспорно и, так скажем, плюс конкретно способности Анапы, но и в то же время по-человечески это необходимо сделать. Как изменится курорт? Станет доступней? Да, есть и поручения главы у нас в этом вопросе, и встречались мы уже с нашими инициативными группами людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день было принято решение и просьба наших людей с ограниченными возможностями была первая. Хотя бы создать условия на центральном пляже, спуск для них, раздевалки отдельные, туалеты, чтобы они могли иметь доступ. И на территории пляжа Витязева то же самое мы будем делать. То есть мы сделаем дорожки специально, которые для спуска именно к морю будут подъезжать. Они спокойно на своих креслах оборудованных и спокойно будут, скажем так, купаться. Ну и однозначно еще была просьба от них провести разъяснительную беседу со спасателями, чтобы одномоментно уделяли внимание этим людям дополнительно. Это будут проведены инструктажи, конечно, будем еще перед самим сезоном однозначно всех соберем, со всеми отработаем. Дополнительно я лично выезжал в наши два крупные объекта. Это Высокий берег, там есть у нас также спуск для маломобильных групп, обследовал его. Сейчас хотим еще совместно выехать с инициативной группой, чтобы они дали свою оценку, подходит, не подходит. И второе, это Малая бухта, там есть лифт, можно спуститься спокойно. И также у них есть спуск к морю. То есть мы сейчас эти два момента отрабатываем, и с ними также, я надеюсь, что у нас все получится. Потому что выйдем на место, дадут они свою оценку, и я уверен, что их все устроит тоже. Ну, не могу не спросить, среди статическими событиями от Кемерово, как будет обеспечена безопасность на детском курорте? Ну, да, у нас только вчера проходило заседание антитеррористической комиссии, там тоже много поднималось вопросов. Конечно, дополнительные меры будут усиления со всех сторон. Компетентные органы тоже прорабатывают, это все вчера докладывала и замначальника полиции о том, что будет усиление во всех направлениях. Конечно, в первую очередь, пляжи тоже являются местом массового пребывания людей. Однозначно будут усилены патрули, я уверен, и полиция, и казаки будут задействованы как можно плотнее, как можно больше будут заниматься непосредственно этими вопросами. Артур Ильич, какие новые впечатления, на ваш взгляд, будут ожидать туристов в Анапе? Куда бы вы посоветовали сходить, на что обратить внимание? Ну, у нас много планируется разных новых экскурсионных маршрутов. Конечно, у нас открываются новые объекты этнографического туризма, это где можно выпить бокал вина, посидеть на воздухе, посмотреть на красивые виноградники. Но это все пока держим в секрете, пусть приезжают, а мы покажем то, что мы имеем сегодня. Интрига. Спасибо большое за разговор. На отдых в резиденцию «Триш» отправится победитель фотоконкурса «Любимая Анапа», который проводила наша телерадиокомпания. Сегодня состоялось награждение лидеров народного голосования. Первое место и путевку в резиденцию «Триш» завоевал анапчанин Эдуард Мирзакаев. Поскольку он находится в командировке, на награждение приехал его сын Алмаз. Снимок моря набрал свыше 500 голосов в фотоконкурсе «Любимая Анапа». Кто не идет гулять в нелетную погоду, тот не получает прекрасные снимки бушующего Черного моря. Сначала мы прогулялись по городу, потом пришли на набережную. И на набережной нас ждал этот пейзаж, похожий на картины Айвзовского. Второе место и ужин в ресторане «Шамси Холл» по итогам голосования у Оксаны Испирьян. Она отправила на конкурс фотографию цветочные часы. Но от приза отказалась. По решению аркомитета конкурса его разделили между двумя победителями. Они получили сертификаты по 1000 рублей в ресторане «Шамси Холл». Третье место у Арпины с Паской. Ей кроме сертификата вручили ультразвуковой очиститель воздуха. Работа «Храм» набрала более 400 лайков. Фото я стала заниматься профессионально буквально года два назад и больше, наверное, отношусь к самоучкам. Люблю снимать город, горы, море красивое, волны и, конечно же, городские пейзажи. Мы благодарим партнера фотоконкурса «Любимая Анапа», сеть турагент «Розовый слон», ресторанный комплекс «Шамси Холл» и компанию «Азбука Климата». Анапские пенсионеры окунулись в виртуальную реальность. В формате викторины выпускники курсов по компьютерной грамотности закрепили усвоенный материал и продемонстрировали свои знания педагогам. Анапский комплексный центр социального обслуживания населения проводит занятия с пожилыми людьми с 2011 года. Сотрудники центра стараются преподнести азы работы с компьютерными программами и интернет-сетью в доступной форме. О том, какие навыки приобретают выпускники и как можно записаться на курсы в нашем сюжете. Сегодня без компьютера не обойтись, считает Раиса Яковлевна. Ее дети и внуки живут в других городах. Поддерживать связь по телефону слишком дорого, но с социальными сетями пенсионерка может общаться с родственниками в любое время и даже по видеосвязи. Кроме того, с помощью компьютера намного легче записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные счета и найти интересные новости. Это нужно, особенно для нашего возраста, потому что самим учиться я пробовала, это нереально. Не получается никак. А здесь нам разжевывают, как первоклассникам. И общаться стало больше. Но интереснее, чем по телевизору, по компьютеру, намного интереснее. И там досконально то, что ты хочешь. Узнать то и узнаешь. В своеобразной викторине по компьютерной грамотности пенсионеры продемонстрировали свои знания, полученные за курс. Как отметили сотрудники центра, курсы пользуются большой популярностью. Очередь занята на месяцы вперед. Занятия групповые. Проводятся в формате школьного урока. За полтора месяца группа из 25 человек осваивает азы работы за компьютером. Каждый получает специальный сертификат. Сегодня без компьютера абсолютно ни в одной сфере деятельности работать невозможно. А те, кто люди более старшего возраста, им очень удобны платежи за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас делать это достаточно трудно. Везде очереди, вы это знаете. Это общение с родственниками, с детьми. Дети к этому подвигают и приобретают им компьютеры. Или они сами приобретают для того, чтобы общаться и по скайпу, и просто посредством электронной почты. Не отстать от жизни. Мне нужно все вопросы сейчас решать только через компьютерную сеть. Елена нас научила, как это делать. Можно записаться к врачу на прием. Можно платежи произвести. Можно пообщаться с приятными людьми. Занятия проходят круглый год. Законнектиться может любой пенсионер, обратившись по адресу Ленина 26. Услуга бесплатная. Кроме того, в этом году Центр социального обслуживания населения планирует запустить новый проект. Курсы компьютерной грамотности на дому для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова